И вот мы уже с вами к записи. Приветствую, приветствую, дорогая Валентина Эдаревна. Приветствую. Я вас... Заждался. Здравствуйте, дорогой Хосе Магомедович. Тоже очень рада вас видеть. Сразу хотела бы начать со слов благодарности за... Так это я вам благодарен. Чего вы мне благодарите? И за то, что нашли время, и за потрясающую совершенно картину. Я покажу еще раз, чтобы все видели. Пожалуйста. Она меня продлила совершенно, да, и тронула до глубины. Мне очень понравилось, что вы ее, как говорится, восприняли. Потому что я ее приготовил для вас в подарок. И долго я ее писал. И то, что вам она понравилась, я счастлив. Я счастлив. Мне не просто понравилась, она вот вошла со мной в резонанс. Мы сегодня об этом поговорили. Да. Да. В цветовой гамме и в образе в самом. Вы же знаете, да, то есть я там, потому что вы духи создаете, изобретаете поразительные, да. И там как раз вот такое вот я создал там на картине. Да. И вы сказали, что вы мне тоже сделаете духи после каких-то особых измерений. Да. И я буду такое франтово. Правда, я духами никогда в жизни не пользовался. У меня вообще мужчины, которые пользуются парфюмом, непонятные. Ну, может быть, и так нужно. Я не знаю. Ну, я просто никогда не пользуюсь. Но из ваших рук я посчитаю за честь и за счастье. Ну, я надеюсь, что, как я уже сказала вам, что я подберу, все-таки сумею создать какой-то деликатный аромат, который будет соответствовать вам, как человеку. Человеку с деликатным. Интересно, да. И мне, кажется, поражает в сегодняшнем мире. Я не могу этого не сказать. Я поэтому всегда с огромным удовольствием с вами общаюсь и напитываюсь вашей добротой. Да, очень редко сегодня в наше время я вижу таких людей, вот, добрых в полном смысле этого слова. Мы сегодня уже забыли, что такое добрые люди. И всегда хочется вот так окунуться в это тепло, этой доброты, в эти лучи. Поэтому я очень рада, что мы знакомы. А давайте мы вебинар с вами сделаем. Давайте. Я с удовольствием с вами проведу. Чтобы все стали добрыми, поделитесь секретами своими. Как это может быть? Я напоминаю, что это очень доброе. А можно так сделать, чтобы люди подобрели? Потому что доброта спасет мир. Я думаю, несомненно. Более того, мы все-таки с вами, как люди с высшим медицинским образованием, да, как целители, не можем не думать о составляющей вот именно здоровья, да. Доброта – это залог здоровья. Нас учили чистота – залог здоровья. Но я думаю, что доброта – это более широкое понятие, чем чистота. Потому что доброта – это чистота помыслов, это чистота поступков. Это чистота в отношениях. И вот это вот та самая чистота, которая, несомненно… Будущего – как раз-таки школа человечности. А человечность не может быть без отзывчивости, без любви к ближнему, без сопереживательности, без доброты. Потому что сейчас как раз-таки это надо утверждать, это надо сделать трендом востребованности. Потому что очень многие люди расчеловечиваются, потому что им постоянно говорили, если ты умный, где твои деньги. И поэтому, что на самом деле без денег жить человек не может. А с другой стороны, надо быть добрым, надо думать не только о себе. Потому что если будешь думать только о себе, один и останешься. И сопереживательность – это является основой и всех религий, между прочим, в любви ближнего, своего, как самого себя, и так далее, и так далее. А вот это вот как быть сегодня, в наше сложное время, одновременно, чтобы человек мог выживать и деньги заработать, и в то же время не терять свою чистопородность, чисточеловечность, вот эту сопереживательность. Вот давайте мы вебинар сделаем, и тогда вы поделитесь своими секретами. И как вы делаете духи, может, кто-то захочет узнать и даже, может быть, как-то приблизиться к этим тайным. Расскажите. Ну, с удовольствием поделюсь и этим, но я думаю, что в преддверии Нового года мне бы еще хотелось, чтобы мы затронули и тему того, как этот праздник встретить таким образом, чтобы не заболеть, да, или как минимум выйти из него достойно. Потому что я вот тут, я изучаю все время постоянно различные последние материалы и научные данные, и статистику медицинскую. Мне потрясло, что там чуть ли не треть всех инфарктов и инсультов приходится на новогодние праздники. И этому есть объяснение, и этого можно избежать. Ну, я даже помню еще и студенческих лет, когда у нас была кафедра цикл поликлиники, когда мне пришлось отрабатывать поликлинику в новогоднюю ночь, в новогодние дни после Нового года. Какое же количество вызовов было и к взрослым, и к детям, просто семьями-семьями болели после Нового года. И всегда, всегда ты находишь ответы прямо в решениях и выборе самих людей. И, конечно, когда мы понимаем, что причина кроется в каких-то неправильных решениях, в каких-то неправильных поступках, в подготовке к празднику, в праздновании, и ты можешь их избежать, то вот мне бы хотелось вот этими знаниями поделиться с нашими дорогими друзьями, чтобы они могли все-таки встретить Новый год без потрясений и войти в Новый год с чистыми словами. С тем, как сделать так, чтобы после новогодних праздников кто и кто мог на работу пойти в нормальном, свежем состоянии. Абсолютно, да. Не заболев. Ну, выпивают же. Я просто подскажу, что надо делать для того, чтобы праздник, и в то же время свежесть была. Ну, это касается и не только алкоголя. Я думаю, что мы вот к вебинару подготовим несколько очень хороших и советов, и методик, и подсказок. Вы мне подсказали, что живот надо держать теплым. Да, это очень здорово. Это очень здорово, потому что я об этом раньше не знал. Оказывается, вся иммунная система, как вы мне объяснили, в животе, и если там охлаждать, как бывает иногда у людей, которые не наблюдают за этим, вплоть до онкологии, да? И, во-первых, вплоть до онкологии, вообще вот, раз уж мы коснулись термина онкология, да, все наши вот эти вот самые тяжелые хронические состояния, и особенно онкологические состояния, они связаны именно с, чаще всего с какими-то застойными явлениями или стресс-факторами, да? И это вот, в первую очередь, переохлаждение. Это один из вот таких вот переохлаждений определенных зон. Они, как вот люди думают, там просто вот замерз, да? Именно определенных зон. Если где-то что-то замерзло, там, мы же оставляем вот лицо, например, открытым. Оно никаким образом, в принципе, на нас не влияет в этом смысле, если только, конечно, мы не отморозили щеки себе или нос. А вот живот, то, что касается живота, да, ног, это вот то, что необходимо держать в тепле, и таким образом мы можем обеспечить полноценную деятельность. Потому что в животе у нас находится, у нас там находится целая микро, самая большая часть нашей микробиоты, да, которую, в принципе, можно рассматривать смело как самостоятельный орган. Почему как орган? Потому что по теории плеоморфизма, полиморфизма, микробы производят наш собственный организм. У нас в жидкостях крови содержатся микрозимы, и этот процесс можно наблюдать в темно-полевой микроскоп. Я публиковала видео, у меня вот на закрытом канале, оно опубликовано на канале Всеведа, опубликовано, когда можно наблюдать превращение вот этих, кто-то их называется мальсиды, они находятся и в клетках, да, но вот кто-то из учёных, да, такие как Гастен Нисенс, который открыл вообще этот процесс, продемонстрировал его миру, который создал этот тёмно-полевой микроскоп, называет их микрозимами. Как вам нравится больше? Самые мельчайшие частицы, которые доступны нашему глазу, которые мы можем наблюдать, да, не как ДНК, там, гипотетически в каком-то разумном состоянии, а вот просто наблюдать непосредственно и видеть в живом, да, не в окрашенном, не в умершлённом виде, как наблюдает в электронном микроскопе, а в живом виде мы можем наблюдать вот эти процессы преображения, почему и называется полимакрофизм, микрозима вначале в кок, потом в палочку и так далее и тому подобное. Вот это таким образом формируются микробиоты из наших же собственных частиц нашей крови, наших жидкостей. И эта микробиота обеспечивает и выработку витаминов, и выработку различных биохимических факторов, и выработку энергии, энергии тепла в том числе. Вот есть несколько работ наших западных коллег, которые даже называют кишечник вторым мозгом, потому что немногие знают, но некоторые нейротрансмиттеры, в том числе серотонин, ацетилхолин, вырабатываются в том числе и в кишечнике. И когда вот эти все процессы нарушаются, когда мы вызываем холодом нарушение этих процессов, какие-то спастические явления и так далее, мы приводим к и метаболическому сдвигу, и к прямым застойным явлениям и так далее, что может, в свою очередь, дальше привести к самым таким неприятным хроническим заболеваниям и, что хуже всего, к онкологии, которую мы, конечно, хотим все и хотели бы избежать. Поэтому вот, кстати, ваши методики, помимо вашей школы ключ, они прекрасны еще и тем, что они позволяют человеку вот это напряжение снимать, в том числе и в области желудочно-кишечного тракта. А это очень важно и необходимо для качества профилактики вот этой онкологии. Очень хорошо. Я думаю, что нам обязательно надо вебинар сделать. Обязательно. Очень много людей нуждаются в таких знаниях, а вы в этом деле спец. Поэтому я надеюсь, что мы сумеем это организовать, до Нового года провести. Я думаю, что всем это полезно. Будьте рады, дадим звонок вашим подписчикам. Всем будет полезно. А вы хотели меня спросить о чем-то? Я думаю... Вас хотел немножко, да, с вами. Вы меня вот увели в сторону. Потому что я знаю, почему, что сейчас людей волнует. Здоровье, конечно. Поэтому я вынужденно вас спросил, пользуясь моментом нашей встречи. Но на самом деле мой вопрос, он тоже касается аспектов нашего и бытия, и нашего здоровья. Если помните, я публиковала очень интересное видео, термин «Вокси», да, который вот замечательный, который звучит без струн, оказалось, что вы были знакомы с его изобретателем, с инструментом. И, конечно, очень хотелось бы услышать от вас, да, во-первых, чуть больше о его инструменте и о вашем опыте знакомства с этим человеком, да, из чего он исходил, может быть. Вот поделитесь, пожалуйста. Потому что, мне кажется, это такая захватывающая тема на самом деле. Я, когда его вспоминаю, у меня действительно такое впечатление оставило, просто божественное, как ангел. Вот вы знаете, я который раз убедился, что чем более велик человек, тем он проще. Я просто не ожидал, что такой человек, как термин, но это случилось так. У меня есть друг Сергей Зорин. Он меня знакомил и с космонавтами в свое время, с командиром команды «Буран», с другими. Он очень интересный человек, Сергей Зорин. И я сидел у него в МГУ. Он тогда сидел в МГУ. Он в свое время делал для Китай-Городской. Он придумал светодинамическую живопись. Китай-Городская занималась, изучая, иностранный язык преподавала. И людей погружали в определенное состояние, где они быстрее запоминали тысячи слов. Да, Сережа как раз делал им там света такой, то синий свет в зале, то зеленый. Но он, Сереж, такой талантливый человек. И вот я сидел у Сережи в кабинете там в МГУ. И он мне показывает такая сборка статей старых. Посмотри, до интереса пока я сейчас пойду. Я смотрю, и там термин. А я и не знал вообще, кто такой термин. Я смотрю, вот термин встречается с Лениным. Значит, как это встречается? Значит, термин ему демонстрирует свою какую-то аппаратуру, где вот не прикасаясь к лампочке, или там что-то он так не прикасаясь к чему-то, и лампочка зажигается. Ну, Ленин очень удивлялся этим изобретением. И, значит, тут комиссар рядом находился. Комиссар, значит, залез под стол, чтобы проверить, правда ли это, то, что он показывает. Замотал, значит, куртку свою, эту самую комиссарскую, на руку. И я тут из-под стола что-то делает. А лампочка все равно зажглась. И комиссар не понял, как же это происходит без всяких проводов. Зажигается. Ленин хохотал, потому что он понял, в чем дело. Что ли термин ему рассказывал, а комиссар не понял, и очень удивился. Ну, и, значит, я смотрю все эти статьи с этими фотографиями. Потом, как термин, значит, был в Америке, как он вернулся оттуда на пароходе, нагрузив пароход на миллион долларов аппаратурой, вез это все в СССР. И как он потом попал сразу, после этого его отослали. Там в Сибирь он там был, значит, как шпиона там и прочее десятая. Но потом опять вернулся, а он был в этом консерватории. По-моему, музыкой занимался. В консерватории. И, значит, жена у него была. Потом она, жена с детьми, ушла. И он остался на улице. Ну, короче говоря, такая история там. Сколько он там изобретений сделал и так далее, и так далее. Потом он, короче говоря, ну, представьте себе, я сижу, смотрю все эти подборку статей. Приходит Сережа и говорит, ну, что, интересно тебе? Я говорю, да. Хочешь познакомиться с термином? А я говорю, как ты познакомишься? Человек с Лениным встречался. Как ты меня с ним познакомишься? Он говорит, да он соседи в кабинете доходится. Я говорю, ну, познакомься. Короче, заходит человек. Плащи Болонья. Тогда носили плащи Болонья. Плащи Болонья и в шляпе, и у него на туфлях галоши. Я так удивился. Он заходит, значит, он, оказывается, в то время делал, там ему дали комнатку какую-то в МГУ, его при УТИЛе. И там он делал аппаратуру какую-то и на лампах. Он не понимал, что такое транзисторы, потому что это был инженер величайшего мирового масштаба. Но он на лампах все делал. Ну, короче говоря, он сел, мы с ним поздоровались. И как-то мы с ним стали сразу разговаривать, как будто мы с ним только вчера простились и опять сегодня встретились. Никакой преграды между нами не было. Такой естественный, такой простой. Я спросил, как здоровье, чем вы занимаетесь? И он мне начал рассказывать, что вот он занимался там терминвоксом, теперь он занимается терминтоичем, что это такое. Ну, он говорит, я, говорит, делал там, чтобы человек мог двигаться на какой-то площадке, и одновременно с его движениями музыка раздавалась. А сейчас я делаю, говорит, такую штуку, например, ящичек такой. Вы надеваете перчатку металлическую на руку, опускаете руку в ящик и нащупываете в пустом ящике то шар, то кубик, а его там нет. А я говорю, а как же это вы делаете? Он говорит, наведением полей каких-то магнитных там. Ну, короче говоря, он мне такие вещи рассказывает, и вот так мне свободно-свободно рассказывают, а я такой, как под липнозом сижу, смотрю, потому что человек такого высочайшего мышления, так свободно, естественно. Ну, я понял, что значит настоящие люди, которые живут своими идеями, изобретениями своими и так далее. Да, вот такое у меня осталось впечатление, и он был такой бредноватый немножко, такой благообразный, благообразный. Ну, у меня осталось такое сильное впечатление. Ну, он ушел, мы простились. Потом, через несколько лет, когда годы прошли, а я был с «Комсомольской правдой» на Катэке. На Катэке. Ну, группа нас, молодых писателей, ездила. У меня тогда книжка вышла, ключ к себе, это, по-моему, в 90-м году. И мы ездили в разные места, то в Чехословаке, то на Катэке, то еще встречались там с людьми, выступали. В нашей группе был один, значит, был физик, другой был главный врач, третий был экономист, был космонавт, и была девочка. И она играла на термин воксе. Она играла на термин воксе. Ну, играла, играла, я как-то так спокойно это смотрю. А потом, через годы, через годы, оказалось, что это племянница термена. Оказалось, что Сережа Зорин с ней дружит. Оказалось, что она ведет целое направление, обучает людей играть на термин воксе. Сама то ли в Германии, то ли где-то она находится. Потом я ее видел по телевидению, потом я с ней переписывался через Сережу по скайпу. Она уже научила много людей, она играет. Это удивительный инструмент. Не прикасаясь к клавишам, нет там никаких этих, вот так рукой вводишь, и раздается музыка. Ну, такая музыка. Помните, пять элементов, фильм космический. Да, да, да. Пятый элемент. Ну, вот такое вот звучание, как она пела, да? Это удивительная музыка. Я думаю, может быть, нам вот мы вебинар, когда будем вести, где-то найти записи этой музыки, включить ее, чтобы все услышали термин вокс. Да, это удивительно. У меня вот до сих пор, вот я когда вспоминаю термина, я понимаю, вообще-то, что есть люди вселенского масштаба мышления, и что они открыты, вот они открыты. И когда я встречаюсь, я с многими начальниками встречался, с нашими, такие пафосные, такие вот манерные. Но вот чем меньше человек по значимости внутренней, тем он больше вот такой какой-то надутый какой-то. Вот термин, как раз пример живой, каким надо быть. Обычным нормальным человеком. А он, оказывается, сделал телевидение для страны и для мира. Он, оказывается, сделал много чего. Он сделал эти прослушивающие устройства, он сделал телекакие-то устройства, он буквально что сделал, если покопаться в его биографии, это человек вообще, это кладис какой-то. Вот такая была история о стране. Спасибо, что рассказали, поделились, потому что действительно, не только, как вы правильно сказали, не только удивительны самые инструменты по своему звучанию, и даже по тому, что играют без клавиш и без струн. То есть на вот этих вот индукционных полях, как я понимаю, и при этом издаётся такое потрясающее звучание. Может быть, это и есть то, что можно сказать, божественная музыка в некотором смысле. Очень здорово, что вы поделились вот этим своим впечатлением, потому что я с вами совершенно солидарна, я тоже столкнулась с тем, что чем действительно человек более значим, в естественном смысле этого слова, тем более он добр, и тем проще он в общении. Это действительно открыт. Он открыт, совершенно верно. Светлый человек, да, светлый. Да, светлый человек. На самом деле, вот эта тема-то, она касается каждого из нас, потому что вот эта открытость, она напрямую связана с нашими физиологическими особенностями, с нашим здоровьем. Я вот в связи с духами много консультирую, да, и сталкиваюсь с тем, что очень часто, да и не очень часто, а вот как правило всегда, все какие-то болезни, трудности и социальные проблемы связаны напрямую вот с этими какими-то комплексами, да, с какой-то зажатостью, с какими-то травмами, с какими-то неразрешенными вопросами. И решаются на самом деле, я это наблюдаю, это вот действительно тоже такой, знаете, благодарный процесс, когда ты видишь преображение человека, когда люди научаются открываться, когда они научаются любить, не дожидаясь, не ожидая, что кто-то их полюбит, когда они научаются щедрости душевной, вот она присутствует-то в каждом принципе, да, но не каждый умеет вот её в себе распознать и ей делиться. Тогда происходит преображение и в физическом плане, в физиологическом плане. Человек избавляется от проблем со здоровьем и от проблем внутренних. И, кстати говоря, опять же, из этого своего опыта, из своего опыта, когда я возглавляла наш оздоровительный центр медицинский в Штатах, я вот рассказывала, да, могу сказать, что люди не случайно болеют, вот мы называем их наследственные заболевания, да, и обвиняем в этом вот те гены, которые нам до сих пор в электронном микроскопе в точном, подробном виде не показали, да, на в компьютере их секвенируют. Так вот, я могу совершенно точно сказать, что как минимум манера поведения, да, которая передается от матери к дочери, там, от отца к сыну, вот внутри семьи, реакции человека, его отношения к тем или иным вещам и его мировоззрения определяют как раз набор тех так называемых наследственных заболеваний, которые будут передаваться с поколением к поколению. Вот, кстати, наука эпигенетика занимается вот этими вопросами, когда внешнее влияет на внутреннее, а не наоборот. На самом деле, я думаю, что процессы, они взаимонаправленные, они влияют и изнутри наружу, и снаружи внутрь, но когда мы понимаем, да, что на самом деле наш выбор, наши отношения, наше мировоззрение, наше умение взаимодействовать с людьми определяют вот это вот наше самочувствие, и наше самочувствие определяет наши привычки, наш выбор, определяет наше решение, соответственно, влияет на социальную нашу успешность или неуспешность, на какие-то конфликты, ситуации и прочее, прочее. Когда мы это осознаём, мы выходим, вырываемся из кабалы, вот этой вот… Нью-Иджисты, да, любят слово «карма». Ну вот я думаю, что кума на самом деле она заключается именно вот в этой замкнутости на привычную реакцию, на привычный набор ответов, психических в первую очередь, на мировоззрение, вот которое передаётся внутри семьи. И когда люди осознают это и в состоянии открыть сознание, да, открыться миру, вот как такие люди, как Термен, как вы, я считаю, они могут убиваться из этого вот замкнутого круга… У меня один вопрос. Можно? Да, конечно. Вот эти духи, я сейчас подумал, вот я читал раньше, что феромоны, феромоны, вот допустим, иногда женщина так надушится, что мужчина не может на неё не смотреть и не может от неё отвязаться, и потом она ему в сердце западает, и он потом о ней всё время думает и так далее, а на самом деле это феромоны там играли какую-то роль. А вы можете мне сделать такой феромон, чтобы женщины, когда на меня смотрели, даже вот по интернету, чтобы они сразу каким-то образом, чтобы я им западал и чтобы они в меня влюблялись. Можно такое сделать? Ну, я думала, что вы сами обладаете такими феромонами, потому что вас невозможно не любить, и я больше того, я же читаю тоже отзывы ваших подписчиков, подписчиков, в первую очередь. Я знаю, что у вас очень… Прошу на комплименты. Ни в коем случае. Я просто хочу на самом деле понять, вот придёт ко мне, допустим, кто-нибудь, а я надушусь этими духами, как-то, чтобы это на него повлияло. Может такое быть, да? На самом деле, вот раз мы заговорили о духах, я не хочу вот, особенно сейчас вот в подробности, да, всё-таки это, как сказать, для искушённого зрителя, да, для того, кто уже действительно сам заинтересовался этим вопросом, вот обратился, поэтому канал закрыт, и потому что он действительно для тех, кому это нужно и интересно. Но в двух словах скажу, да, я очень много публикую научных исследований, уже которые вот доказаны, да, когда воздействие ароматов, причём мы говорим только о натуральных ароматах. Почему о натуральных? Потому что они содержат естественные биохимические формулы, элементы. Синтетические масла я не использую никогда, потому что они, это как заменители вкуса, они обманывают мозг, но они ничего не делают для вашей иммунной системы, для вашей гормональной системы и так далее. А естественные, натуральные, природные масла, ароматические, содержат различные вещества, такие как терпентины, терпены, альдегиды и так далее, которые влияют деликатно, не радикально. Вот это очень важно. Я считаю, что вообще любой процесс преображения, он должен быть всегда деликатным. Он никогда не должен быть радикальным, потому что только тогда человек может не потратить, скажем так, сил, которых у него может не быть на своё внутреннее преображение. Это должен быть процесс естественный, здоровый процесс. Когда человек только здоровеет, а не тратит свои силы. Так вот, если позволите, когда вы применяете подобные духи, там же ведь ещё важно основные сочетания, сочетания ароматов. Они же не моноароматы, а я использую где-то обычно от 9 до 12 ароматов в зависимости от человека, от того, что, на мой взгляд, стоит раскрыть, помочь ему раскрыть в себе, или что-то, может быть, где-то наоборот, чуть-чуть преумереть. В первую очередь меняется сам человек. Эти ароматы воздействуют на нашу физиологию, на нашу гормональную систему, на наши эмоциональные ответы, на нашу физиологию, соответственно. И сама тоже меняется, да? Сам человек меняется, прежде всего. И когда меняется сам человек, когда в нём появляется больше внутренней свободы, когда в нём появляется больше внутренней уверенности, когда в нём появляется больше здоровья за счёт всех этих процессов, он, вот говорят, излучает силу. Излучает добро, излучает благополучие. Вот в прямом смысле, через что мы излучаем? Мы излучаем через физиогномику, через язык тела, через те самые феромоны, которые мы производим, потому что у нас метаболизм идёт уже не по кислотному, не по токсическому пути, а он идёт уже по естественному, нормальному пути. Вот, кстати, к вопросу об онкологии возвращается. Это очень важный момент, такой важный. То есть можно научить и женщин, и мужчин, чтобы они сами производили именно такие феромоны, которые и здоровыми, чтобы были, и чтобы производили такие феромоны, чтобы они были настолько обаятельными, что на самом деле с ними приятно было общаться. На самом деле, что такое феромоны, по большому счёту? Это ароматы, которые производит сам человек, потому что когда человек пахнет неприятно, это говорит о том, что у него что-то не в порядке с метаболизмом, с выделительными системами, с почками и так далее. А если человек, и вообще феромоны, они слабо уловимы носом, и они, как сказать, какой-то тонкий, неуловимый запах, который нам хочется ещё ближе к человеку приблизиться, и так далее, на самом деле это биохимические всё процессы, результат биохимических реакций, я думаю, что это в том числе и те самые какая-то вот сила вот этого индукционного, может быть, электромагнитного излучения наших собственных органов и так далее, которые всё вкупе, и мы называем феромонами. Я не думаю, что феромоны – это только непосредственно ароматы. Это… Мы всё-таки являемся прямо ходячей биохимической фабрикой, в первую очередь, да, человек? В «Часной ночи» про это можно прочитать, как в древности там они этими маслами там себя, благовониями там себя, видимо, понимали в этом дело. Я думаю, что несомненно, конечно, да. Ведь масла и благовония, которые использовали, в первую очередь влияли непосредственно не на воспринимающего, а на самом деле человека, да, умаливая кожу, смягчая её, насыщая её влагой. Я так думаю, мы с вами институт красоты можем открыть. На самом деле, психологически и со всех сторон, да? Это как вот, но на самом деле так получается, да. Короче, которые будем делать людей здоровыми, красивыми, обаятельными и такими обаятельными, такими, чтобы вообще, вообще, да. Вообще-вообще, да. Я думаю, что за этим будущее. Я надеюсь, что за этим будущее. Потому что, к сожалению, конечно, сегодня, когда мы, люди думают о красоте, мы сталкиваемся с какими-то вот такими меняющими и тело, и вместе с ним и психику человека, и душу фактически, да, что такое психика, это душа прежде всего. И это, в общем, часто очень опасные процессы, когда резко происходит изменение формы губ, формы лица, когда используются какие-то химические всякие красители, да. Вот очень часто говорят люди, знаете, очень много сейчас людей-зожников, да, сейчас модный такой термин «зож», второй образ жизни. И вот все зожники, и смотришь, и спортом занимается, и питается с точки зрения своей, там, особенно девушек, да, женщин касается исключительно какими-то зелеными коктейлями и шейками, и мясо-то не ест, и что только не делает, и всё замечательно. Но как слой косметики положит, потом говорит, что, ну, вот я тут, правда, тяжело переболела. Наверное, я подцепила вирус. Ну, причём здесь вот этот несчастный вирус, кстати, напомню, да, что слово «вирус» переводится как «яд». Когда Пастер изобрёл этот термин, он использовал латинский термин «яд», потому что он знал, с чем он работал. И как он вот, когда он проводил опыты в дневниках, его описано, его дальний родственник, потом он публиковал эти дневники, то самое вот бешенство, так называемое, да, он вводил токсические вещества прямо непосредственно в мозг собак, да, и потом там эти токсины, которые выделялись из слюны других собак, вводил новым собакам. Вот так он доказывал что-то заражение, на самом деле. Так вот, когда мы, что содержит краситель, да, косметика, какая бы натуральная она ни была, и оксид титана, да, там диоксид титана содержится, и всякие эти, и детей, и этиленоксид, и пропиленгликоль, и свинец до сих пор используется, и прочие тяжёлые металлы, это же всё накапливается. Представляете, я прочитала когда-то, там женщина съедает сколько-то килограммов помады в год, если она мажет губы каждый день, просто вообразите, да, у нас слизистая глаз, да, если мы используем там тени и тем более тушь, веки, которые должны, да, ресницы, которые должны служить защитным барьером, мы наоборот их буквально напичкиваем, всё это попадает через слизистую наш организм, потом наши бедные почки должны с этим всем справляться, а у нас, ведь люди забывают, что органы выделения у нас, это не только ЖКТ и не только почки, да, мы с вами знаем, как врачи, что один из основных органов выделения – это кожа, это лёгкие, вот много было пневмоний сейчас, да, но даже врачи забыли о том, что, а ведь такой тип пневмоний по типу химического альвеолита, он не обязательно вызван отравлением извне, он вызван и метаболическим ацидозом, даже не в его полной фазе, не в его острой стадии. Испуг может привести вот к такому токсическому поражению лёгких, который вот воспаление лёгких, но по вот этому типу химическому, да. И мы это наблюдали вот эти вот два года, когда именно использование собственное и лекарств, и косметики, и вот этого здорового, в кавычках, образа жизни, посвящения не самых, может быть, здоровых салонов красоты, они есть разные. Я знаю, что есть люди, которые очень стремятся к естественному, да, вот применению каких-то средств, да, но очень много используется, химии продолжают использовать, а мы удивляемся, чего-то мы болеем. Да, удивительно. С вами уже бесконечно. Давайте мы пристанем сейчас разговаривать, иначе мы будем до завтрашнего дня, пока не смогу от вас оторваться. Я не могу оторваться от вас, мне всё время хочется вопросы задавать. Давайте мы лучше остановимся. Я себя принуждаю остановиться, себя принуждаю остановиться. Потому что, ну, на самом деле, мы так давно не виделись, и потом вы живёте там, и я здесь, если мы не можем увидеться, и нам хочется поговорить, и как бы это сделать теперь ещё быстрее, вот, чтобы мы могли придумать нашу встречу, чтобы это произошло. Вы знаете, сегодня столько вопросов опять у меня возникло, но я себя немножко в этом смысле сейчас приструню, и в следующий раз я буду их задавать, ладно? Договорились. Мы с вами с вами с вами... Спасибо, вам огромное спасибо, потому что вы сегодня меня натолкнули на мысль, что действительно человек сам генератор своего счастья, генератор своего здоровья, и фабрика, целая фабрика у нас, и феромонов, и всего, чего надо, да мы просто мало об этом знаем. Вы нас в этом просветите. Поэтому, поэтому, да. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Я вас жду. До встречи. До встречи. До встречи. Я открываю, отключаю нашу запись и прощаемся с нашими дорогими зрителями. До встречи, друзья. До встречи.